Ну а войны России против Украины можно было бы избежать, будь во главе Федерации Женщина. Такое предположение в интервью журналистам высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после саммита Большой Семерки. Давайте послушаем. Если бы Путин был женщиной, я не думаю, что он начал бы эту мачо-войну. Если вы хотите найти хороший пример токсической маскулинности, то это именно этот человек. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании. Игорь Яковенко, оппозиционный российский журналист, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам такое предположение от Бориса Джонсона? Проблема, скажем так, в половой принадлежности Владимира Путина или в его состоянии, быть может, физическом? Я думаю, что это такой шутливый ответ премьер-министра Великобритании на многочисленные анекдоты ниже пояса, которыми любит сыпать Путин, про то, что там бабушка, дедушка, половые органы и так далее. Вот вся вот эта вот пошлятина, которую Путин несет, видимо, так сказать, Джонсон как-то решил это обыграть. На самом деле, конечно, дело не в гендерной принадлежности Путина. И если уж говорить о том, что да, действительно, вот эта вот гендерная история, что женщины, на самом деле присутствие женщин в политике, оно как-то коррелируется с цивилизованностью. Понятно, что если взять статистику и посмотреть, где те страны, где женщины в большей степени присутствуют в парламенте, то прежде всего, там, страны развитые, страны Западной Европы, Новой Зеландии и так далее. То есть мы увидим, что да, действительно, корреляция между уровнем жизни, между качеством жизни и количеством присутствия женщин в политике, она существует. Но я бы все-таки хотел, так сказать, Борису Джонсону возразить, что он плохо представляет тебя российских женщин в политике. Потому что если бы, например, не дай бог, конечно, чур-чур меня не к ночи будет сказано, во главе страны стала бы, например, такая женщина, как Ирина Яровая, или там какая-нибудь Маргарита Симоньян, то я думаю, что, так сказать, ситуация в мире существенно ухудшилась бы, даже по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Поэтому, конечно, тут вопрос не в том, не в гендерной принадлежности, а все-таки, так сказать, в истории вопроса в том, как устроена страна, и что из себя представляет тот или иной человек. Что касается маскулинности, то, на мой взгляд, значит, это очень большой комплимент Путину, потому что ничего маскулинного, то есть мужественного в этом человеке нет и никогда не было. Это, вне зависимости от своей гендерной принадлежности, существо крайне трусливое, достаточно... Ну вот, еще раз говорю, это человек, лишенный всякой мужественности, кроме каких-то половых признаков, которые отличают мужчину от женщины, у него ничего мужского нет. Поэтому я думаю, что в целом, ну, шутка неплохая у Бориса Джонсона, но она не имеет отношения к реальности.